Всероссийская акция «Елка желания» охватила все регионы нашей страны. За время проведения акции желания исполнились более чем у 8 тысяч россиян. Продолжают сбываться мечты и в Самаре. Без долгожданного подарка от главы города не остался 9-летний житель Самары Григорий Жигалин. Мальчик с особенностями здоровья испытывает трудности в общении с людьми, но только не с техникой. Голова как компьютер отмечает, шутя мама. По новому телефону, который достался Грише в рамках акции «Елка желаний», ребенок теперь смотрит познавательные видео. Он сейчас очень увлечен, ему очень хочется научиться прыгать в воду. Он смотрит видео на ютубе в основном на эту тематику, как дети плавают в бассейнах, как они скатываются по горкам в аквапарке, как профессиональные спортсмены прыгают в воду. Подарки в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» вручает ветеранам Великой Отечественной войны. Владимир Нечаев прихорашивается у зеркала, мужественно держит осанку и то и дело смотрит в глазок. Участнику войны 94, и гости у него бывают нечасто. Этот день действительно особенный. Красавец такой, что... В доме дух ушедшей эпохи стены украшают ковры, а елку – игрушки из настоящего стекла. Экскурс в историю сладкого, беспечного и радостного советского детства. В такой обстановке Владимиру Ивановичу комфортно. О войне он вспоминает с особым чувством волнения. И хотя в ожесточенных боях участие не принимал, о тяжелом сороковом готов рассказывать часами, как приходилось голодать, спасать товарищей от гибели и ежедневно молиться о мирном небе над головой. Говорит, было трудно, но страшно – никогда. Любой человек не хочет умереть. Ну, а надо идти, надо идти, да, и вот идем. Надо, значит, за дело идем. Поэтому я бы не сказал, что уж мы так больно боялись этого, нет. Больше всего в Новый год Владимир Нечаев мечтал о подарке, который позволил бы ему отправиться в круиз по Волге. Осуществить желание Владимиру Ивановичу помогла внучка. Оформила заявку на участие в акции «Елка желаний» и подарок не заставил себя ждать. Заветный сертификат участнику войны вручила глава Самары Елена Лапушкина. Вы заказывали Деду Морозу круиз по Волге? Ну, хотел бы я, конечно. Дед Мороз исполняет ваше желание. Летом поедете по Волге кататься, Владимир Иванович. Ну, это очень здорово. Торжественное вручение сертификата прошло с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии. Теперь ветеран войны больше всего ждет лета и возможности выбраться из дома. Как только сами захотите, мы вас отправим. Как будете себя чувствовать хорошо, как прививку сделаете. Не волнуйтесь, как вам будет удобно. Свыше 500 жителей нашего региона уже поверили в чудо и получили свои подарки. В основном это дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации ветеран Великой Отечественной войны. Ольга Павлов, Олег Зверев, Константин Головин, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok